На самом деле, ответ здесь элементарен и прост. Мы объявляем митинг. И на этот митинг гипотетически приходит 100 человек. К примеру, из почти миллионного города приходит 100 человек. Просто потому, что другие не верят. Они ненавидят власть, они хотят перемен. Но власть смогла отбить у них желание бороться под теми или иными лживыми мотивами и предлогами. Они очень хотели бы изменить, но не видят себя. У них убили надежду. Понимаете? И вышло 100 человек. Если встать на вашу логику, протест должен быть бессрочен. То есть выйти завтра. Завтра выйдет 99. Нет, даже не так. Завтра выйдет 150. Потому что каждый возьмет на себя обязательства. И большая часть сознательных людей воспримет это как определенный призыв к действию. И приложит все усилия, чтобы привезти завтра еще больше людей. И вот этот протест вырастет. А потом, в силу того, что у людей будут неоправданные ожидания. Ведь сознательность в обществе, вот именно такая, как классовое сознание такое, оно не на таком уровне сегодня, какое нам необходимо. И люди, кто-то от усталости, кто-то от болезни, кто-то от загруженности, кто-то от чувства ложного удовлетворения. Что вот я пришел, я сделал все, что мог. Я пошел. Вот вы мне сказали прийти, я пришел. А завтра я вот, извините, уже не могу. Потому что я уже был, да. И кто-то галочку себе, грубо говоря, поставит и уйдет. И завтра придет меньше людей. А на следующий день еще меньше. Вы можете сколько угодно делать это бессрочно. Но если этот протест легальный, законный, конструктивный, не поддержали широкие массы населения, он бессмысленен. Понимаете? Нужно работать не над количеством, не над системностью. Нужно работать над борьбой за общественное сознание. Чтобы этот процесс был приемлем, желанен и поддержан как можно большим количеством людей. Если этого не произошло, варианта два. Первый вариант, что мы подобрали непонятные слова. Мы не смогли придать этому правильную форму. Я говорил слишком умно. Или вы говорили слишком агрессивно. Или люди не увидели серьезности. Или было много сомнений. Или какие-то другие объективные факторы вмешались в этот процесс. По типу эпидемии там или чего-то другого. Люди не смогли. Второй вариант, мы не смогли донести это до людей. То есть у вас были абсолютно правильные и понятные тезисы. И каждый человек был с вами согласен. Но миллионы, десятки миллионов жителей, которые хотели бы с вами пойти, просто о вас не услышали. Нету средства коммуникации, донесения вашей позиции. Условно говоря, вы напечатали газету, но разнести каждому жителю страны у вас просто ни денег нету, потому что она должна быть невероятным тиражом, ни свободных рук нету, потому что вы физически ограничены. И люди, которые вместе с вами, тоже не могут выше головы прыгнуть. Или там, я не знаю, интернет. Выложили вы у себя на страничке ВКонтакте. 250 ваших подписчиков, друзей посмотрело это, а остальные 100 миллионов человек не узнали об этом. Понимаете, нету правильного подхода для распространения этой информации. Это субъективные факторы. Но наряду с этим есть объективные причины. Люди, которые не готовы к этому. Люди, которые довольны своими, например, своим положением. Вот сегодня выйдете, я не знаю, в Соединенных Штатах Америки или где-нибудь там в Швейцарии, скажите, «Ребята, надо идти, значит, ставить жуликов на место». Ну, люди просто не пойдут с вами. Почему? Потому что они в целом довольны своим уровнем жизни. Вот эти транснациональные корпорации, которые опутали весь мир и грабят весь мир, их главные офисы, их руководство в рамках своих национальных границ, Европы или Америки, смогли, ограбив весь мир, ну, естественно, вот этим узаконенным процессом, но, по сути, это то же самое ограбление. Ну, если ты воруешь у человека деньги, это называется воровство, если ты делаешь это через сверхобогащение, сверхприбыль, что, по сути, тоже воровство, потому что у человека нет выбора, ты не оставляешь ему других вариантов, а он не проживет без этого продукта, он вынужден его покупать, то есть это то же самое воровство. И в условиях монополии, которые имеет, например, компания PepsiCo или компания Procter & Gamble или какие-нибудь фармацевтические компании, когда они владеют всем рынком, ну, или там, я не знаю, 90 с лишним процентов, абсолютной преобладающей частью, они, естественно, задают и ценовую политику. И вот собрав со всего мира эти деньги в Америке, они часть этих денег дают на социальное развитие, создавая определенный уровень жизни, тем самым обезопасив себя, потому что этот уровень жизни является гарантом того, ну, не гарантом, но, безусловно, придает определенную прочность этой системы, что люди будут защищать это, не будут этому противиться. Здесь же, в России или на Украине, или там, в Беларуси, в любой стране, да, ну, как их называют, страны, нас называют, страны третьего мира, здесь ситуация другая, да, здесь, может быть, не из-за высокого уровня жизни, вот эта объективная реальность не созрела, но и из того, что нету обострения нужды бедствий вышеобычного. Люди политически неактивны, люди не интересуются политикой, и власть отбила у них это желание, а дойти самостоятельно, объективно, они пока не могут, потому что в обществе не сформировались вот эти вот предпосылки, которые толкнут их на этот путь. Вот когда, например, вводили пенсионную реформу, вот эта объективная реальность, она очень пошатнулась и составила большую угрозу для власти, и тогда власть дала определенные отступные, и сказала о том, что, слушайте, мы вот женщинам готовы немножко скостить. Понятно, что это было сделано с самого начала так, что и мужчинам, и женщинам пенсионный возраст поднимают, значит, на вот такой вот уровень. Но они сразу понимали, и мы с вами видели, что женщинам они потом немножко скостят все-таки. И это было сделано для того, чтобы погасить излишнюю вот эту напряженность в обществе. Тем не менее, тогда многие люди политизировались. Или, например, выборы президента в 18-м году. Был большой запрос на новые лица, был большой запрос на человека с действительно серьезными заслугами, человек, который имеет реальные дела. И тогда выдвижение со стороны КПРФ Павла Николаевича Грудинина было воспринято многими аполитичными людьми, как тот самый фактор, который перевесил весы в пользу того, что они решили, что это их дело. И они начали заниматься политикой. Что сегодня в российском обществе происходит, до конца осмыслить невозможно, потому что общественные процессы невероятно сложны и невероятно трудны. Ленин, один из величайших умов человечества, ученый, который, блин, не только в вопросах философии или в вопросах развития общественных отношений, даже в вопросах физики, да, сделал огромные прорывы, чтобы вы понимали понятие поля физически, физики, открыл Ленин. Ну, это мы потом отдельно как-нибудь с вами поговорим на эту тему. Даже Ленин не смог оценить до конца ситуацию 17-го года. И уезжая из страны, когда реакция власти была безумной, когда аресты были повсеместные и людей отправляли на каторги, а многих казнили просто, да, он говорил о том, что все задавили, все рабочее движение задавили. Он говорит, и мы не увидим, как он тогда писал, мы не увидим революции, возможно, ее увидят наши дети. И через непродолжительное время был февраль, и через еще полгода был октябрь. То есть общественные отношения настолько многогранны, что предсказать их и просчитать их даже в условиях современных компьютерных технологий, сверх вот этих вот суперкомпьютеров, даже сегодня практически невозможно. Поэтому до конца вот эту сложность сегодняшнего дня мы можем предполагать, можем прогнозировать. Но понять и до конца, и там, я не знаю, ванговать здесь, да, я считаю, что это очень наивно и идеалистично. Тем не менее, вот эта ситуация, когда вы говорите о том, что вот бессрочные и так далее, мне эта мысль очень близка. Я участвую в протестных акциях более 10 лет, и я очень горжусь, да, и хвалю себя, да, что я гражданин, и я не хочу стоять на коленях, и я борюсь за будущее, я не знаю, нашего народа, да, и страны, и призываю к этому других. И у нас есть легальные законы, формы, которые я благодарю вселенную, да, что мы живем вот в такое время, и как бы эти трудности никому не казались непреодолимыми, сложными, я вас уверяю, вот эта фашизация общества приведет к тому, что мы будем воспринимать это время, как что-то невероятное, гуманное и классное, по сравнению с теми вызовами, которые власть нам с вами организует в попытке защитить свое экономическое и политическое господство, просто объявив окончательный фашизм в нашей стране, да, сказав о том, что все недовольные будут посажены в тюрьму, там, я не знаю, на 20 лет или по жизни, а то, может быть, и к высшей мере будут приговариваться, да, чтобы запугать всех, заставить всех молчать. Поэтому я скажу, что вы выйдите сами и приведите туда людей, и не критикуйте огульно, потому что в случае проигрыша проиграет не КПРФ, проиграем мы с вами, и вы в том числе. Если вы думаете, что у вас получится отсидеться, пока остальные борются и пытаются противостоять, это неправда, это ошибка с фашизмом.